Уничтожены сотни россиян и более двухсот дронов. Какая ситуация на Таврическом направлении? За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более четырехсот российских оккупантов на Таврическом направлении. Также в СУ уничтожили 68 единиц военной техники и 226 вражеских дронов разных типов, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на фейсбук объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск, Таврия, враг нанес 50 авиаударов, два ракетных удара, провел 53 боевых столкновения и осуществил тысяча четырех артобстрела, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери, так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки, еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, на Маринском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки. Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак, на Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных, штурмовых, действий не вел, потери врага, общие потери российской армии в живой силе составили 453 человека, также украинские бойцы уничтожили 68 единиц военной техники врага, 5 танков, 21 ББМ, 14 РЧСМ, 2 РСЗО, 18 автомобилей, 3 единицы специальной техники, силы обороны также уничтожили 5 складов боеприпасов врага, кроме того, нейтрализовано или уничтожено 226 БПЛА разных типов, ситуация на фронте. По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает попытки захватить Авдеевку и безуспешно пытается восстановить утраченные позиции на левом берегу Харсонской области, в частности, как пишут в Институте изучения войны, в СУ восстановили ранее утраченные позиции примерно в 3 километрах с северо-западнее Горловки. На многих участках фронта продолжаются боевые позиционные действия. Потери России в войне в Украине к утру среды, 31 января, составили 1090 кофероккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 385 230 военных. Кроме того, в СУ уничтожили 51 арчистему, 32 ББМ и 40 единиц автомобильной техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.